Уважаемые участники матча, дорогие болельщики и гости нашего города, сегодня на Линской земле мы рады приветствовать команду футбольного клуба «Дипломат». Футбольный клуб «Дипломат» работает уже 6 лет. Здесь же реализуют проект «Время познавать Беларусь», в рамках которого зарубежные дипломаты посещают регионы нашей страны. Это дает прекрасную возможность членам клуба еще больше узнать о Беларуси, ближе познакомиться с ее людьми и, конечно же, сыграть в футбол. По мнению капитана команды, чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской республики в Беларуси Эрбола Султанбаева, такие встречи способствуют культурно-гуманитарному сближению стран. Чтобы пополнить багаж знаний осенеокой, перед матчем дипломатом была проведена экскурсия в Лицком замке. Увиденное впечатлило. Сразу же начали с экскурсии в Лицком замке. Это замечательный древний замок, который сумел сохранить и воссоздать дух старины. Членам команды всем было очень интересно. Мы все, в том числе и посредством Лицкого замка, сегодня историю Беларуси для себя по-новому немного открыли. Практика подобных товарищеских, дружеских матчей уже существует. Не первый год, в частности, у команды дипломат. И каждый раз мы по-новому для себя страну открываем. Знакомимся с бытом, с культурой, с ментальностью местных жителей. Поэтому, я думаю, такие мероприятия способствуют нашему культурно-гуманитарному сближению и вообще укрепляют дружбу между нашими народами. Помогают наладить даже где-то иногда и деловые связи. Потому что в командах, вы видите, представлены иногда не только представители государственного сектора, не только государственные службы, а также представители деловых кругов. Поэтому мы в неформальной такой обстановке можем какие-то общие темы обсуждать, искать общие точки соприкосновения. Поэтому практика проведения подобных мероприятий идет на пользу всем сторонам. В составе дипломата-журналист – государственный деятель Тенгиз Думбадзе. Он уверен, футбол объединяет. Благодаря таким матчам сотрудники Дипмиссии, члены их семей, имеют возможность узнать Беларусь, рассказать о ней в своих странах. А главное – еще раз на личном опыте убедиться в белорусском гостеприимстве и миролюбии. Как человек, объездивший 120 стран мира и повидавший много чего, и скажу, что так, как футбол объединяет, наверное, это… ну, никто не может сравниться. И, знаете, замечательно, что сегодня очередной раз мы в этом замечательном, красивейшем уголке нашей родной Беларуси, в Лидии, находимся. На праздники. Потому что здесь настоящий праздник друзей. Вы увидите, люди различных национальностей, даже вероисповеданий, да? Но они все одержимы одним. Это любовь к спорту и огромное уважение к нашей стране. Поверьте, там, где спорт, там всегда мир. А там, где мир, там всегда наша родная Беларусь. Атмосфера праздника и дружбы царит в каждом регионе нашей страны, который посещают игроки-дипломата. Открытостью беларусов и их душевным отношением гостям восхищен и представитель Ливии Мохаммад Али Хусейн. Общение на разные темы, желание узнавать больше о других странах. Такие возможности упускать нельзя. Беларусь тут очень отличается от нашей страны. И культура отличается, и люди. А тут считают, что очень хорошие люди и мирные. И они приняли нас тут. Я ни разу не чувствую себя как за границу. Я всегда чувствую, что как-то в Ливии тут нахожусь. Я познакомился с друзьями из разных стран. И мы с ними очень хорошо общаемся. И они расскажут про свои культуры. И мы расскажем. Когда приехали в Беларусь, я примерно про Азербайджан, Тазахстан. Я ничего не знал. А сейчас у меня очень много информации про это. За последние четыре месяца в рамках проекта «Время познавать Беларусь» участники футбольного клуба «Дипломат» посетили шесть регионов страны. Лида стала седьмой. Весьма символично, что одну из первых игр дипломаты провели также на Гродничине. В спортивных планах игроков клуба значится еще две игры на стадионах, а далее команда продолжит проводить матчи, но уже в манежах. Гостям приглянулась спортивная инфраструктура нашего региона. Поэтому не исключено, что еще один из футбольных поединков пройдет на Личине. У вас, я бы смотрел, замечательный манеж. Возможно, мы к вам даже приедем с удовольствием, сыграем в манежах. Очень нравится Беларусь. И действительно открытые люди всегда нас великолепно встречают. Поэтому мы очень рады вот этому общению, вот этим матчем. Поэтому спасибо большое еще раз руководству Лиды за теплый прием. Я всегда горжусь этой атмосферой, которая у нас царит в нашей команде. Мы знакомимся с людьми в регионах. У нас очень много друзей, слава богу. Их с каждым годом становится все больше и больше. Вот и сегодня из Лиды я уверен, что мы тоже будем дружить, будем общаться, будем наводить какие-то очень интересные мосты. Футбольный поединок в Лиде прошел в корректной, но упорной борьбе. На первых минутах матча дипломаты захватили лидерство и открыли счет в игре. Далее соперник организовал два гола. В итоге победа осталась за сборные Лиды. Счет 2-1. Впрочем, цифры на табло для участников обеих команд были не главными. На первом месте позитивная эмоция от игры, новое знакомство, впечатление, а также возможность сотрудничества в дальнейшем. Вот она, настоящая народная дипломатия.